В данном видео я рассмотрю влияние наиболее распространенных масел и жирных кислот на организм человека по двум критериям – лепидограмме и системному воспалению, среди которых системное воспаление является наиболее важным параметром. Хронически повышенная экспрессия маркеров системного воспаления, таких как фактор некроза опухоли альфа, С-реактивный белок, интерлекин-6, интерлекин-1-бета, связана с повышенным риском развития тяжелого депрессивного расстройства, атеросклероза, метаболического синдрома, инсулинорезистентности, обострением хронических заболеваний, а также ухудшением когнитивных функций и снижением качества жизни. Начну с наиболее распространенного в пищевой отрасли по причине дешевизны подсолнечного масла. В подсолнечном масле на омега-6 полиненасыщенную линолевую жирную кислоту приходится около 50% от всего объема продукта. Линолевая жирная кислота относится к одной из двух незаменимых жирных кислот и требуется организму для синтеза арахидоновой жирной кислоты, участвующей в иммунитете. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов установило адекватный уровень потребления линолевой кислоты в размере 4% от калорийности рациона. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций применяет термин «допустимый диапазон распределения питательных веществ», составляющий от 2,5 до 9% от ежесуточной калорийности рациона. Совет по питанию и пищевым продуктам Соединенных Штатов Америки в 1989 году установил минимально адекватный уровень потребления линолевой жирной кислоты от 3 до 6 грамм. Национальная академия медицины США в 2005 году установила адекватный уровень потребления в 17 грамм для мужчин и 12 грамм для женщин. Отмечу, что уровень потребления масла в США возрос, как и во всем мире. Адекватный уровень не отражает реальные потребности в линолевой кислоте, скорее демонстрирует отсутствие негативных эффектов при приеме данной дозы линолевой кислоты среди популяционной выборки граждан США. Рекомендуемая диетическая норма по линолевой жирной кислоте, как и по всем остальным жирным кислотам, не установлена. Во избежание развития дефицита у подавляющего большинства людей, я бы рекомендовал потреблять около 10 грамм линолевой кислоты, что соответствует ориентировочно 20 граммам подсолнечного масла. Теперь рассмотрим влияние подсолнечного масла, линолевой кислоты и ее метаболита архидоновой кислоты на липидограмму и маркеры воспаления. Сразу оговорюсь, что ни подсолнечное масло, ни линолевая кислота, ни архидоновая не оказывает негативного влияния на липидограмму, а также на уровень воспаления в организме при потреблении в разумных диапазонах. Все исследования, в которых авторы пришли к выводу о провоспалительном действии подсолнечного масла, имели критические ошибки в дизайне, штамповались производителями БАДов для повышения спроса либо с целью публикации работ в научных журналах и не несут научной ценности. В подавляющем большинстве исследований невозможно отделить влияние ожирения и потребление большого количества углеводов с высоким гликемическим индексом установленных факторов роста провоспалительных цитокинов от эффектов, оказываемых подсолнечным маслом. Приведу наиболее корректные исследования по дизайну, мной обнаруженные. В систематическом обзоре, включающем 14 рандомизированных контролируемых исследований и 8 иных исследований, не выявлено роста маркеров системного воспаления при приеме архидоновой кислоты в дозе от 1 до 1,5 г. У человека конвертируется из линолевой в архидоновую около 0,5% жирной кислоты. В среднем из пищи среднестатистический человек потребляет 250 мг архидоновой кислоты. Предположим, что человек потребляет 200 г жиров в виде подсолнечного масла за день, что соответствует примерно 100 г линолевой кислоты. При озвученной конверсии за день синтезируется около 500 мг архидоновой кислоты. Добавим еще 250 мг как среднюю норму потребления архидоновой кислоты. Получаем 750 мг суммарно. Из озвученного понятно, в исследованиях испытуемые потребляли архидоновую кислоту в количестве, значительно превышающем среднее потребление. И несмотря на это, сама по себе архидоновая кислота не способствовала росту маркеров уровня воспаления. Как уже говорилось ранее, архидоновая кислота играет важную роль в иммунной системе. Из нее образуются медиаторы воспаления – простагландины, ликотриены и тромбоксаны. Тем не менее, даже потребление высоких доз данной кислоты не приводит к росту уровня системного воспаления из-за наличия в организме регулирующих механизмов. К схожему заключению приходят авторы систематического обзора, включившие протоколы исследований с приемом до 27 г линолевой кислоты. Рост маркеров воспаления отсутствует. Стоит также отметить предполагаемый механизм роста воспаления через окислительный стресс. Линолевая кислота подвергается перекисному окислению под воздействием реактивных форм кислорода с образованием окисленных метаболитов линолевой кислоты, которые в экспериментальных моделях через воздействие на метаген, активируемые протеинкиназы и активацию ядерного фактора КПБ стимулировали синтез провоспалительных цитокинов, интерлекин-6 и фактора некроза опухоль альфа. Однако существенный рост метаболитов линолевой кислоты должен приводить и к значимому росту маркеров воспаления, рост которых отсутствует в рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях. Данный механизм не подтверждается на практике. В защиту подсолнечного масла также добавлю, исходя из метаанализа можно сделать вывод, что подсолнечное масло не оказывает негативного воздействия на липидограмму. Авторы сетевого метаанализа, включающего 54 рандомизированных контролируемых исследования, проведенного с целью определения влияния масел и жиров на липидограмму, обнаружили снижение холестерина, переносимого липопротеином низкой плотности, в среднем на 0,09 ммоль на литр в группе приема подсолнечного масла по сравнению с группой оливкового. Исходя из вышеизложенного, можно уверенно утвердать об отсутствии негативного влияния подсолнечного масла на липидограмму и отсутствии роста маркеров воспаления при приеме адекватных доз подсолнечного масла, не превышающих 54 г в сутки. Информация по воздействию больших доз на маркеры воспаления отсутствует. Мой окончательный вывод. При потреблении до 27 г линолевой кислоты данные о вредном воздействии на организм не подтверждаются. Таким образом, можно установить нижний уровень потребления, требуемый для восполнения дефицита линолевой кислоты, в 10 г, и верхний уровень – до 27 г. Если опираться на исследование по воздействию рахидоновой кислоты, то подсолнечное масло теоретически можно рассматривать как основной источник жиров в рационе. Возможно, данное заявление покажется спекулятивным, но я подчеркиваю, такой вариант хоть и приемлем, но далеко не является лучшим в связи с неполными научными данными о воздействии высоких доз линолевой кислоты на уровне воспаления. Альфа-линоленовая, омега-3, полиненасыщенная жирная кислота – это вторая и последняя незаменимая жирная кислота, которая сама способна выполнять некоторые функции в организме человека, а также метаболизируется в экозапентоеновую и докозагексаеновую жирные кислоты. Те самые жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, название которых не произносит большинство нутрициологов из-за сложностей, связанных с запоминанием и произношением. Однако широко рекомендуется ими же к потреблению по причине отсутствия элементарных знаний. Нормы потребления альфа-линоленовой кислоты Национальная академия медицины США установила адекватный уровень потребления для альфа-линоленовой кислоты на уровне 1,1 грамма в день для женщин и 1,6 грамма в день для мужчин. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов установило адекватный уровень потребления в 0,5% альфа-линоленовой кислоты от калорийности рациона. Несмотря на невысокие нормы потребления, альфа-линоленовая кислота содержится в редкоупотребляемых продуктах, за исключением масла семян льна и грецкого ореха. Я рекомендую взять адекватный уровень потребления за минимально допустимый порог. Следует выбирать свежий продукт с добавлением витамина Е, желательно в капсульной форме, защищенный от кислорода, правильно транспортируемый и хранящийся в холодильнике. Альфа-линоленовая кислота склонна к окислению. Для восполнения дефицита можно принимать льняное масло в капсулах с добавлением витамина Е, от 2,5 мг на капсулу. В таком случае продукт может долго храниться, а степень окисления будет незначительной. Экозапентоеновые и докозгексаеновые кислоты. Действующие вещества рыбьего жира, ради которых его принимают. Рекомендуемая норма потребления, если таковая вообще существует, не установлена. Возможно, даже незначительная конверсия этих жирных кислот из альфа-линоленовой может быть достаточной для предотвращения их дефицита. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов рекомендует употреблять 250 мг суммарно экозапентоеновый плюс докозгексаеновый кислот в день из пищи, либо принимать в пищу 1-2 раза в неделю по 150 г рыбы, богатой данными жирными кислотами. Ни одна уважаемая организация не рекомендует потреблять данные жирные кислоты в виде добавок здоровым людям. Экозапентоеновые плюс докозгексаеновые кислоты более склонны к окислению, чем альфа-линоленовая кислота из-за большего числа двойных связей. Ощутимый процент БАДов, содержащий данную кислоту, может продаваться в окисленной и непригодной для приема форме. Если вы решили принимать данные жирные кислоты, рекомендации к покупке те же, что и для альфа-линоленовой кислоты. Рыбий жир в капсулах с витамином Е, правильно транспортируемый и хранящийся в холодильнике. Подойдет рыбий жир в стеклянной таре при соблюдении остальных условий. Насыщенные жиры Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов рекомендует минимизировать потребление насыщенных жиров. Насыщенные жиры могут негативно влиять на липидограмму, но не повышают уровень воспаления. Например, в исследовании сливочное масло повышало холестерин, переносимый липопротеинами низкой плотности по сравнению с кокосовым и оливковым, но не оказывало негативного влияния на маркеры воспаления. Напомню, повышенный уровень воспаления сам по себе может вызывать большое количество заболеваний, в том числе атеросклероз. Атеросклероз – заболевание воспалительного характера. В норме сосудистая эндотелия не проницаем для атерогенных липопротеинов, однако при развитии воспаления его проницаемость повышается. Это способствует проникновению липопротеинов в интиму сосудов и формированию атеромы, что в дальнейшем приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как инфаркт миокарда или инсульт. Поэтому на сливочное масло может приходиться основной процент всех потребляемых жиров у лиц без высокого риска развития атеросклероза. У лиц с атеросклерозом воспаление в эндотеле уже присутствует. Таким людям стоит выбирать масла не только не ассоциированные с ростом воспаления, но и с негативным воздействием на липидограмму. Например, кокосовое или оливковое. Оливковое и кокосовое масло – лучшие масла для восполнения дневной нормы по жирам. Хотя кокосовое относится к насыщенным маслам, как и оливковое, оно не только не приводит к росту воспаления, но и благотворно сказывается на липидограмме по сравнению со сливочным маслом. Более того, кокосовое масло способно снижать уровни С-реактивного белка по сравнению с оливковым. Пальмовое масло – существует гипотетический механизм повышения уровня воспаления при приеме пальмитиновой кислоты. Однако исследований на людях с адекватным дизайном найдено не было. Поэтому в отсутствии достоверных данных разумно ограничить потребление пальмитиновой кислоты. Транзожиры – частично гидрогенизированные масла. Даже незначительное потребление гидрогенизированных масел приводит к выраженному повышению маркеров воспаления. Частично гидрогенизированные масла не только строго не рекомендуется к регулярному потреблению, но и запрещены в США с 2018 года к добавлению в продукты питания. Итог. После восполнения потребности по незаменимым жирным кислотам остальная часть жиров может приходиться на кокосовое или оливковое масло и с оговоркой на насыщенные жиры и подсолнечное масло.